Каждый день задыхаемся. Это теперь норма для жителей района автовокзала. С таким сообщением через твиттер жительница областного центра обратилась к губернатору региона. На полигоне ТБО «Чистое поле» наблюдалось сильное задымление. Опять загорелся мусор. Около 3000 квадратных метров полигона было охвачено огнем. Сейчас площадь горения порядка 2-3 гектаров на теле полигона. Круглосуточно дежурит у нас 1-2 наряда МЧС. Здесь заливают. Сейчас мы прорабатываем вопрос, приобретаем несколько мотопомп. С сегодняшнего дня будем завозить. Второй день возим, наняли технику, грунт, чтобы локализовать и затушить. Водой пролить невозможно. Если в глубину уходит горение, то только грунтом прекратить подачу кислорода, воздуха. Тогда прекращается горение глубинное. На ликвидацию возгорания у пожарных ушел весь день. Сложность состояла в том, что свалка горела на глубине нескольких метров. Чтобы перекрыть доступ кислорода к огню, сотрудникам МЧС пришлось утрамбовывать привозной грунт бульдозерами. К месту вызова были направлены подразделения Федеральной противопожарной службы. По прибытию к месту вызова первого подразделения наблюдалось открытое горение мусора на площади около 3000 квадратных метров. На ликвидацию данного загорания были привлечены силы и средства. От МЧС России 8 единиц техники и 28 человек личного состава. Также была привлечена вспомогательная и инженерная техника Ивановского муниципального района. В настоящее время на полигоне открытого горения не наблюдается. Происходит тление внутренних слоев мусора. На месте сейчас продолжает работать инженерная и вспомогательная техника по засыпке данного мусора землей. Это далеко не первый пожар на полигоне. Чаще всего причиной являлось самовозгорание бытовых отходов. На этот раз все может быть серьезнее. У администрации полигона есть своя версия произошедшего. Возгорание было молниеносно с открытым огнем по центру тела полигона. Потому что круглосуточная охрана, где-то в часов 19 они мне позвонили позавчера, доложили, что открытый огонь на большой площади, где-то площадь составлял 100-150 квадратных метров открытого огня. Это не может быть глубинное возгорание. Наше мнение, что это просто поджог. Сотрудники МЧС сообщают, что точную причину пожара назвать пока сложно. Сейчас по данному возгоранию работают специалисты. Пока версии нет, причины пожара устанавливаются. Все причины рассматриваются вплоть до поджога, либо из-за стекляшки, которая на солнце разогрела. Все причины сейчас будут рассмотрены. Официалистам будет дан окончательный ответ. Возгорание ликвидировано, но мусор все еще тлеет. На полигоне введен особый противопожарный режим. Дорога к нему перекрыта. Вместе с тем мусоровозы постоянно приезжают на свалку.